До начала 80-х годов Советский Союз отрицал свое участие в военных конфликтах на территории Кореи в середине 20 века. Родственникам погибших солдат выдавали извещение о гибели, в котором говорилось, что их сын погиб, выполняя особо важное задание партии. На сегодняшний день немногие знают о тех страшных событиях, и это несмотря на то, что в течение трех лет советские и американские пилоты вели настоящую войну, уничтожая друг друга в небе над Кореей. Все началось летом 1945 года, когда на территорию Кореи, которая была оккупирована Японией, вошли советские и американские войска. После капитуляции Японии США и Советский Союз подписали соглашение о совместном управлении Кореей. Союзниками было подписано соглашение о разделении корейского полуострова по 38-й параллели. Северная часть отходила советской стороне, южная – Соединенным Штатом Америки. В 1948 году, после образования двух корейских государств, полуостров покидают советские и американские войска. В это же время правительство Севера строит планы объединить Корею под собственной властью. Такие же планы возникают и у правительства Юга. Об этом становится известно их союзникам – США и Советскому Союзу. В 1949 году Ким Ир Сен обращается к Сталину с просьбой оказать помощь при вторжении в Южную Корею. Однако советский лидер посчитал северокорейскую армию недостаточно подготовленной и отклонил просьбу своего союзника. Однако менее чем через год, летом 1950 года, северокорейские войска начинают наступление на юг. По утверждению Ким Ир Сена, это были ответные действия на агрессию со стороны Южной Кореи. Для США нападение Северной Кореи стало полной неожиданностью. Американская разведка знала о настрое Южного и Северного правительства, однако считала, что война все-таки маловероятна. Президент США Гарри Трумэн немедленно отдает приказ о вступлении американских военно-воздушных и военно-морских сил в боевые действия против Северной Кореи. К тому же 16 стран, входящих в ООН, отправляют свои войска вместе с США. К этому времени войска Северной Кореи разгромили основные силы противника и заняли 90% территории. В районе города Пусан северокорейцы дали отпор американо-южнокорейской группировке и прижали их к морю. Однако уже в сентябре войска 8-й американской армии совместно с южнокорейскими войсками перешли в контрнаступление. В это же время 10-й американский корпус производит высадку в Инчхоне в самом тылу северокорейских войск. Ударной силой американцев стали бомбардировщики Б-29, летающие крепости. Они были недоступны для зенитной артиллерии и могли нести в себе 9 тонн бомбовой нагрузки. Их защищали реактивные истребители Ф-80. Летающие крепости скидывали тонны бомб на северокорейские войска, которые начали терпеть сокрушительное поражение. Обладая преимуществом на море, в воздухе и на земле, американцы разгромили противника, захватили Сеул и Пхеньян и отбросили северокорейскую армию корейско-китайской границы. Ким Ир Сен обращается за помощью к своим союзникам, после чего Китай направляет в качестве помощи 270 тысяч солдат. Советский Союз берет на себя воздушное прикрытие союзнических войск. В октябре 1950 года в Корею перебрасывают реактивные самолеты МиГ-15, а также прибывают первые советские летчики. Их переодевают в китайскую форму и изымают личные документы. На советские истребители наносят китайские и северокорейские опознавательные знаки. Всем летчикам отдают приказ вести переговоры в воздухе на китайском языке. Для этого им пишут русскими буквами китайские названия всех основных команд. Однако уже в первом бою летчики вперемешку с китайским языком используют русский мат, после чего командующие, понимая абсурдность данного приказа, отменяют его. 64-м истребительным авиакорпусом командовал герой Советского Союза Иван Кожедуб. 8 ноября состоялся первый воздушный бой советских и американских летчиков, который закончился потерей одного американского истребителя F-80. США для борьбы с советской авиацией отправляет в Корею новейшие реактивные истребители F-86. 12 апреля 1951 года состоялось грандиозное воздушное сражение. В этот день по железнодорожному мосту через реку Ялудзян проходил поток военного снаряжения из Китая. США отправляют на бомбардировку моста и вагонов с оборудованием 48 бомбардировщиков B-29, которые прикрывали 80 истребителей F-86. Неожиданно на перехват вылетели 44 советских истребителя МиГ-15, по которым американцы открывают плотный огонь. Советские пилоты, имевшие опыт воздушных боев с летчиками Люфтваффе, на изумление американцев развернули самолеты прямо на огонь. Прорвавшись через шквал огня, МиГи начинают атаковать американские летающие крепости. В итоге американцы потеряли 10 бомбардировщиков и 4 новейших истребителя. После этого инцидента американские бомбардировщики 3 месяца не поднимались в воздух, и все последующие бомбардировки происходили в темное время суток. Стороны понимают, что дальнейший накал военных действий может привести к более серьезным последствиям, после чего принимается решение о временном прекращении огня, и уже 27 июля 1953 года было подписано соглашение о перемирии. Его подписали Китай, Северная Корея и страны ООН. Южная Корея отказывалась подписывать мирное соглашение Северной Кореи, однако американцы надавили на них и пообещали Южной Корее после подписания мирного договора начать сотрудничество в сферах экономики и обороны. Война нанесла огромный урон, погибло 150 тысяч корейских солдат, 200 тысяч пропало без вести, было разрушено 43 промышленных объекта, 40% электростанций, огромное количество жилых домов. Вашингтон официально признал, что в ходе Корейской войны Америка потеряла 37 900 солдат. Около 360 тысяч человек потерял Китай. В ходе военного конфликта погиб один из сыновей Мао Цзэдуна. Стоит отметить, что ряд западных источников потерю китайских солдат оценивает в 1 миллион человек. После Корейской войны большое количество стран Третьего мира обратило внимание на Советский Союз. Многие из них начали пропагандировать социалистический строй и выбрали своим покровителем Советский Союз в надежде улучшить свою экономику и обрести серьезного союзника. После Корейской войны сильно ухудшились советско-китайские отношения. Китайское руководство обвиняло Советский Союз в том, что для решения своих геополитических вопросов советская сторона использовала китайскую армию в качестве пушечного мяса. Еще большее недовольство вызвало то, что военная помощь Советского Союза Китаю была небезвозмездной. Советская сторона настаивала, чтобы Китай оплатил за оказанную материально-техническую помощь. Сложилась поистине парадоксальная ситуация. Китаю пришлось использовать кредит, полученный от Советского Союза на развитие экономики, для того, чтобы оплатить материальную и военную помощь от советской стороны. После этого в руководстве Китая возникают антисоветские настроения, которые становятся первым шагом к советско-китайскому расколу, пиком которого стал пограничный конфликт на острове Даманский в 1969 году. Продолжение следует... Продолжение следует...